Ненадлежащие состояния дворовых территорий, вопросы ЖКХ, разбитые дороги – это наиболее частые жалобы, с которыми жители обращаются на портал Добродел. Но самой острой на сегодня остается проблема с несвоевременным вывозом мусора и уборкой территории возле контейнерных площадок. Многие проблемы требуют финансовых вложений, но есть и такие, которые можно решить в оперативном порядке. Это те категории, которые каждый день ответственное лицо или ответственные лица должны организовать работу таким образом, чтобы эта проблема была не переложена и отложена на 10 дней или на 3 дня, неважно на сколько. А потом, через определенное время, опять же этот заявитель, не совластившись с ответом по тому, что проблема не решена. Повтор, 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 повтор. Я сейчас не буду называть поселение и даже не буду называть фамилию главы данного поселения, у которого 24 повтора по теме контейнерной площадки. Подбор осуществляют органы местного самоуправления, то есть содержание контейнерной площадки, прилегающей территории, именно за вами закреплено. Распоряжение 350 ГКХ. Обращайте на это внимание. Значит, следующий момент. Мы просто сейчас согласовываем именно вот эти ответы, и когда их читаешь, диву даешься. Значит, еще немаловажно. Контейнерная площадка. Навал мусора, контейнерная площадка скрыта под этим мусором. Значит, фотографируют, потом, когда убирают мусор, именно контейнерную площадку. Житель тут же возвращает, потому что за контейнерной площадкой, на прилегающей территории, эти горы, они остались. То есть фотографии нужно делать со всех ракурсов, чтобы видно было, что там чисто. Значит, принято решение нашим руководством совместно с руководством городского округа поднимать меры административного воздействия, исчерпывающие. То есть с этого дня, сегодняшнего, розданное задание. Все повторы, по каждому повтору теперь будет выезжать инспектор. И он будет смотреть не только на вал мусора, он будет смотреть содержание контейнерной площадки. Он будет смотреть, имеется ли график вывоза мусора, который, кстати, вы должны разместить. Вы должны разместить, да. Для наведения порядка с вывозом мусора необходимо составить четкий график для каждого поселения и в соответствии с этим организовать работу по уборке территорий контейнерных площадок. Помимо этого, каждая машина «Эколайн» должна быть оснащена системой «ГЛОНАСС». С чего мы начнем? И Виктор Валентинович за это вместе с главами, естественно, доведет до решения, до конкретного решения. Появление графика вывоза мусора. Это первое. Значит, здесь несколько вариантов. Первый вариант. Сегодня мы направим эту информацию «Эколайн». Стребуем. Значит, завтра он не отвечает. Естественному направлению и в МЖКХ, и в Суре. Завтра он не отвечает. Значит, мы рисуем свой график, который считаем как необходимый. И направляем его, этот график, ему в работу. В работу. Не хочет принимать, пусть он наспаривает. Значит, и дальше же информировано об этом прокуратуре. Как уважаемый представитель административно-технического надзора заявил. Второе. Имея этот график, поселение привязывает свой график к этому графику. Для того, чтобы... Свой график подбора, я имею в виду. Чтобы, если знают, что в 16.00, условно, я не знаю, там номер 525 у Галины Калановны, я к вам обращаюсь, потому что неудобнее там, Николай. Вы понимаете, что в 15.00 будет машина, там должны быть ваши люди. Чтобы не получилось так, что приехала машина, забрала контейнер, уехала, а все, бывало, как были, так и остались. А следом приходит Воробьев Николай Сидорович, фотографирует, размещает, доброделает, говорит, вот вы негодяи какие, смотрите. И потом вы забабукатесь меня отвечать, что вы там вывезли. Понятно, да? Таких Воробьев Николай Сидорович очень много в Иранском районе, которые ходят и фотографируют, и там что-то пытаются навести порядок. Третий момент. Мы запрашиваем, мы Галайна, пароль доступа к транспортным средствам. Потому что на каждом транспортном средстве, которое вывозит мусор, стоит система, которую можно отслеживать через ГЛОНАС, про передвижение, график, ну и так далее. Весь маршрут от начала до конца, чтобы не было потом спору. Была машина, не была машина. Вот она была машина, час назад вывезли, вот опять машину привезли с валютой. Все будет понятно, все ясно. Каждую неделю в администрации будет проводиться специальная комиссия по повторным жалобам и разбираться каждая проблема на предмет оперативного реагирования на замечания жителей. Антон Карташов, Ольга Скрябина, для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова